Друзья, сегодняшний выпуск будет посвящен воспоминаниям Ивана Григорьевича Браченко в бытность его службы первым номером пулемета ДП во время Великой Отечественной войны. Выпуск сделан на базе отрывка из книги «Рассказывают фронтовики» 1941-1945 год. На земле, в небесах и на море. Сборник номер 9. Найти же данную книгу можно в любой публичной библиотеке. Выгрузились на станции Малая Вишера. Вокзал был разбит, виднелись сожженные пристанционные постройки и жилые дома, выворощенные с корнем деревья. От станции Малая Вишера более двух суток шли к переднему краю по пересеченной местности по глубокому снегу. Я был пулеметчиком и нес свой пулемет ДП – Дегтярево-пехотный. Пройдя около 60 километров, у маленькой деревушки Александра в Калининградской области, прямо с марша уставшие выбившиеся из сил вступили в бой. Так требовала обстановка. Светало. Медленно рассеивалась туманная дымка. В небе то и дело взлетали осветительные ракеты, виднелись четкие пунктиры трассирующих пуль. Строчили пулеметы и автоматы. Через наши головы с прозитительным свистом пролетали снаряды и, падая в чаще леса, который оставался позади нас, разрывались. Я подумал, неужели это и есть фронт? И только у меня в голове мелькнула такая мысль, как шедший рядом со мной второй номер Иван Рыбальченко, парень из Ростова, упал на снег. Я наклонился к нему, начал тормошить. Он не шевелился. Теперь все мы поняли, что это и есть передовая. Командир взвода, младший лейтенант Андрюхин, приказал залечь и открыть огонь потакующим гитлеровцам. Вместо Ивана Рыбальченко, моим вторым номером он назначил Олега Соловенчука. Короткими и длинными очередями мы стали бить по фашистам, которые в свою очередь стреляли по нам. Враг сыпал и сыпал на наши головы мины, а мы отбивались только личным оружием. Благо, нас было много. Полностью укомплектованная рота. Тогда нам удалось преградить фашистам путь. Они не смогли продвинуться ни на метр. Но нам было нелегко. Гитлеровцы усилили обстрел, а мы даже окопаться в снегу не успели и лежали на открытой местности. А когда неподалеку от пулемета разорвалась мина, Соловенчука, который заряжал диски и подавал мне, осколком ранило в правую руку. Мелкие осколки из решетели мой масхалат, шинель, валенки, несколько небольших впились в ноги. Я, волоча за собой пулемет, быстро сполз в воронку, образовавшуюся от взрыва мины. С Соловенчука на плащ-палатке санинструктор потащил в лес, что был позади нас. Я теперь сам и диски заряжал и стрелял. Только приподнялся, чтобы достать диск, как почувствовал удар по каске. Прижавшись к дну воронки, снял ее и увидел след пули. Она сцарапнула краску в одном месте и сделала небольшую вмятину. Минут через двадцать после того, как выбыл из строя Соловенчук, ко мне подполз Степан Донец. Он сказал, что командир взвода назначил его моим вторым номером. Дело пошло веселее. Степан заряжал диски, подавал их мне, а я вел огонь. Так продолжалось часа три. Ну вот кончились патроны и мой пулемет замолчал. Браченко, почему не стреляешь? Донесся голос командира взвода. Нет патронов. Донец, а ну давай быстро влез за патронами. Немцы продолжали вести огонь. Особенно досаждали мины. Они ложились очень густо. Кругом свистели осколки. Чтобы легче было ползти по глубокому снегу, Степан оставил возле меня винтовку шинель в вещмешок. Вскоре он приполз и приволок два ящика патронов. Теперь еще злее и упор не застрочил мой пулемет. Тем более Степан, преодолев по пластунке солидным грузом немалое расстояние, разогрелся. Несмотря на сильный мороз, он снял рукавицы и голыми руками, от которых шел пар, стал заряжать пулеметные диски и подавать их мне. Бей их, Ваня, гадов паршивых, кричал он мне, и я видел, как горели ненавистью его глаза. Вот уже часов пять или шесть я лежал на снегу. Казалось, все тело застыло, а сердце смерзлось. Попросил Степана залечь у пулемета, а сам выплос из воронки и сделал по-пластунски несколько кругов возле него. Согреться, однако, не удалось. Рядом шлеплось несколько мин, зажужжали осколки. И я, побыстрее скатившись в воронку, лег к пулемету. Теперь я стрелял более расчетливо, посматривая на запас патронов, которых оставалось все меньше. Зашло солнце, ночные сумерки скрыли передний край противника. Огонь стих. Только изредка, пронизывая ночную тьму, взлетали в небо осветительные ракеты. Командир взвода распорядился подобрать раненых и отойти в лес. Оставленные наши роты позиции заняла вторая рота, выступившая в роли боевого охранения. На опушке леса командир роты лейтенант Чоклин выстроил нас. Мы еле держались на ногах. Трое суток не спали во время марша и в тяжелом бою. Командир сделал перекличку. Он сказал, что атака врага захлебнулась, что фашисты ни на шаг не продвинулись вперед. И добавил, спасибо вам, товарищи бойцы. Боевое крещение вы выдержали с честью. К нам приехала походная кухня. Привезла ужин. Собственно, это был и завтрак, и обед, и ужин одновременно. Повара убило, а старшине Карабекову, бывалому воину-казаху, было не до кухни. Во время боя он снабжал нас патронами и пытался наладить проволочную связь со штабом батальона. Встав на подножку походной кухни, открыв крышку котла, бойцы пытались черпаком достать суп. Но, увы, черпак скользил. Суп был мерзлый. Тогда порубили его маленькой саперной лопаткой и в котелки. Разожгли костры, чтобы в котелках разогреть куски супа. От переднего края мы находились в 700 метров, и немцы заметили пламя костров. Они начали обстреливать нас из минометов. Когда обстрел стих, мы бросили засыпать костры снегом. Пришлось есть куски льда, приятно пахнущие пшеном. После этого мы так дрожали, что зуб на зуб не попадал. Командирот и лейтенант Чоклин разрешил поставить шалаш и проверить, видно будет из него огонь костра или нет. Так и сделали. Соорудили из елочных веток большой шалаш. Свет от костра через ветки, которые мы проложили очень густо, не пробивался. В таких шалашах у костра коротали мы ночь. Коротали и осмысливали свой первый бой. Запомнился он нам тогда на всю жизнь. Вечером нам сказали, что утром наша рота должна сменить вторую роту, которая всю ночь находилась на переднем крае. Уже расцвело, но нас почему-то не вели подменять вторую роту. Вскоре прибыл командир взвода и сообщил, что сегодня во второй половине дня намечается атака с целью захвата небольшой деревушки, находившейся слева от нас у реки Волхов, и что наш взвод будет придан танковому подразделению для совершения удара по врагу. Отобрали нас 14 человек и повели паракадные дороги на пушку леса, где стояли танки. Большинство из нас впервые видели танк. Обучаясь в Ворошиловграде, в полковой школе мы, курсанты, ничего не слышали о танковых десантах. А сегодня нам предстояло выступить в этой роли. Однако сначала надлежало пройти небольшую тренировку. Она заключалась в том, что мы на ходу соскакивали с танка, бежали за ним и стреляли. Такие занятия понравились бойцам. Во второй половине дня оба танка подошли к расположению нашей роты. Мы, вооруженные ручными пулеметами, винтовками и гранатами, взобрались на броню. Механик-водитель нажал на рычаги, и бронированная машина рванула с места. Десантники, находившиеся на броне первого танка, должны были оставить боевую машину, как только она ворвется в деревню, и, стреляя на ходу, перебежать на левую сторону улицы. А десантники второго танка – на правую. Я и Степан Донец были на первом танке. Сначала боевые машины шли медленно, но как только до деревни оставалось метров сто, они двинулись на предельной скорости. Вот уже и деревня. Примерно два десятка домиков, узенькая улица. За гулом моторов не слышно, стреляют ли немцы. Я и Степан соскочили с танка и бросились на левую сторону улицы к деревянному домику. В нем взрывами разбиты стекла, снесена крыша. Из оконного проема показалась голова немца, и сразу же исчезла. Степан тотчас же выстрел из самозаряда винтовки. А я дал длинную очередь из пулемета. Танки поливали свинцом все строения. Заметив, как из дома выскочило несколько гитлеровцев, я выпустил по ним длинную очередь. Фашисты повалились на снег. Степан тем временем бросил гранату в оконный проем, и мы вдвоем ворвались в дом. На полу лежало три гитлеровца. Один из них офицер. Степан наклонился, чтобы снять с него полевую сумку. И в это время офицер ожил, потянув руку к кобуре. Достать оружие он, однако, не успел. Я пристрелил его. Степан забрал офицерскую сумку, и мы выбежали на улицу и вперед. Успешное начало атаки окрылило бойцов. Что было сил, Степан закричал. Ура, вперед, за родину. С правой стороны деревни тоже раздалось протяжное ура. Нас стрелков танки обогнали и стали разворачиваться в конце деревни. За каких-нибудь полчаса вражеское подразделение было уничтожено. Деревня освобождена. В тот же день наша рота получила задание форсированным маршем преодолеть около 10 километров и сосредоточиться в лесу на подступах к деревушке, занятой врагом. Впереди шагал командир взвода. Невысокого роста, энергичный, он шел очень быстро. Мы еле успевали за ним. Взводный то и дело повторял. Подтянись, не отставать. Степан взял с собой две коробки с заряженными дисками. К тому же у него на плечах висела винтовка, противогаз, а на ремне две гранаты, маленькая саперная лопатка и подсумок с патронами. У меня же был пулемет, лопатка и противогаз. Я видел, как тяжело Степану идти по глубокому снегу в такой экипировке и упрекнул его за то, что он взял две коробки дисков. Ведь даже по инструкции на ручной пулемет положено иметь одну коробку с тремя дисками. В пути мы быстро согрелись. Шли действительно форсированным маршем, даже без короткого привала. Передохнуть нам позволили только юнкерсы, их было шесть. Заметив нас, они начали разворачиваться для бомбежки. Мы шли у самой опушки леса и командир взвода приказал рассредоточиться в нем. Бойцы рассыпались между деревьев. Сосны, ели, березы были обсахарены пушистым инеем и выглядели сказочно. Кто-то встал около дерева, кто-то опустился на снег. Степан сел на коробку с дисками. Я последовал его примеру. В это время на опушке леса и в самом лесу раздались один за другим несколько сильных разрывов. Завизжали осколки, с лохматых покрытых снегом деревьев посыпались искорки. Пронесло облегченно сказал Степан. Но самолеты, развернувшись, стали заходить на второй круг. И опять сильный гул, разрыв бомб, свист осколков. Вдруг мы услышали глухое фр и в то же время звонкое дзинь. Осколок, пройдя у меня между ног, попал в коробку с дисками. Я быстро вскочил и с испугом посмотрел на Степана. А он на меня. В коробке зияла дыра. Открыли ее и увидели большой осколок, напоминающий по форме разрезанный в длину огурец. Осколок ударил в коробку плашмя и повредил все три диска. Теперь они были абсолютно непригодны. Только что я видел испуганные глаза Степана, а теперь они светились радостью. Повернувшись ко мне, он сказал. А ты мне советовал брать только одну коробку. Но что бы мы теперь делали? Вот что значит запас на войне. Друзья, на этом выпуск подошел к концу, но если я увижу ваш интерес к данной теме, то можно будет сделать небольшой цикл с такими же эпизодичными воспоминаниями данного ветерана. Впереди есть еще много интересных историй, связанные и с разведкой, и с бытом на фронте, да еще много с чем. Но я вам не буду ломать интригу, что делать вы знаете. Ну и кроме этого, в завершении я хотел бы в очередной раз поблагодарить всех тех людей, кто оказывает помощь каналу. И на этой неделе у нас таких людей было трое, но к сожалению ни один из них не оставил своего имени. Друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok